Друзья мои, всем привет! В этом видеоролике я вам расскажу об уходе за клубникой в августе и дам 5 полезных советов и рекомендаций по уходу за клубникой в данный период времени. Если вам что-то будет непонятно из данного видео, вы можете в комментариях задать свои вопросы, поделиться вашим опытом выращивания садовой земляники, клубники или виктории, как еще в некоторых регионах называют. Также, если вам данное видео понравится и будет полезно, можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну а сейчас давайте перейдем к клубничной грядке и я вам все подробно и наглядно расскажу. Итак, друзья мои, перешел я сейчас на свою клубничную грядку. Вот так мои выглядят кустики земляники садовой или клубники, как у нас ее называют. И первая моя рекомендация будет связана с удалением, естественно, сорняков и рыхлением почвы вокруг кустов клубники. Делаю я это с помощью вот такой вот тяпки. Можно также использовать хорошо всем известные плоскорез фокина и другие инструменты. В общем, кому чем нравится. Удаляем сорняки и рыхлим почву. Клубника довольно-таки сильное растение. У ней сильная корневая и сорнякам сложно забить клубнику. Но если сорняки сильно разрастаются, особенно, допустим, одуванчики бывают в центре куста, когда клубники прорастают, то справиться с ними бывает довольно сложно, и они приносят ощутимый вред для клубники. То есть она больше болеет, повреждается вредителями чаще, ну, естественно, хуже растет. Поэтому стараемся клубнику, естественно, держать чистой от сорняков. Конечно, это относится к тем садоводам, которые выращивают клубнику без использования укровного мульчирующего материала, такого как агроспан, либо пленка черная. Там уже прополка сводится к минимуму. Там удаляются только сорняки, проросшие из отверстий, прорезанных мульчирующим материалом. Но если вы выращиваете клубнику вот как я вам сейчас показываю, без укровного материала, так скажем, естественным способом, то тогда нужно позаботиться о прополках. Прополки нужно проводить в течение лета примерно 5 раз. Тогда клубника ваша не будет зарастать. Тело трудоемкое, но, к сожалению, необходимое. Вторая рекомендация связана с удалением старых больных поврежденных листьев. Я, смотрите, я удаляю не все листья, но многие садоводы делают такой прием, как полностью удаляют листья с куста клубники, и потом клубника наращивает молоденькие, здоровые листочки. Я удаляю только больные и сухие листья. Также удаляются все усы. Вот, смотрите, вот ус клубники. Он тоже удаляется. Если вы хотите оставить вот эти усы для того, чтобы получить рассаду клубники, вырастить розетки новые, то, конечно, вы можете несколько таких усиков оставить. Усы оттягивают силы от клубники, и их нужно, естественно, все удалить. Также удаляются все больные и сухие листья. Вот, смотрите, вот такие листочки. Все надо с куста клубники удалить. Складывайте их, старайтесь сразу в какое-то ведро или ящик, и уносите подальше от вашего огорода и сжигайте. Потому что обычно на таких сухих листах, болезненных, скапливаются грибки, болезнетворные микроорганизмы, которые в дальнейшем будут из года в год поражать вашу клубнику. Поэтому срезали больные листья, удалили, отнесли подальше и сожгли. Это вторая рекомендация. Вот такой аккуратный кустик после стрижки и прополки, удаления усов у меня получается. Вот такое мероприятие я провожу практически со всеми, естественно, кустиками. Но на примере вот одного куста я вам показываю, как это сделать. Итак, третий, очень интересный будет совет, это применение сидератов. Причем, зачем их применять вообще, сидераты, на клубнике? Дело в том, что, допустим, такой хорошо известный сидерат, как горчица, способен бороться с нематодой. А нематодой это такой вредитель, который живет на корнях клубники. Сильно он повреждает, конечно, растение, угнетает его рост. Клубника мельчает, вырождается и плохо растет. Бороться с ним можно различными способами, в том числе химическими препаратами поливать клубнику. Но это нам не очень нравится, потому что мы хотим собирать экологически чистый урожай. Поэтому я сейчас покажу, как посеять сидерат. Сидерат я буду сеять горчицу. А горчица, как известно, это давно уже замечено, хорошо борется с нематодой. Нематоды не любят горчичные масла, которые выделяются этим растением, которые в нем содержатся. И постепенно она с этой почвы, где растет горчица, уходит. Итак, как же я сею горчицу? Смотрите, между соседними рядками клубники я делаю плоскорезом небольшую траншейку, неглубокую, глубиной где-то не глубже, чем 5 сантиметров. 3-5 сантиметров примерно между соседними кустами клубники. Далее беру горчицу. Кто не знает, как она выглядит, вот так вот показываю. Хранятся семена у меня вот в таком вот пластиковом контейнере. Это контейнер от жидкого стирального порошка. В нем очень удобно хранить сидераты, а также очень удобно их сеять, благодаря тому, что имеется вот такой вот как бы мысок на кончике. Он очень дозированный, аккуратно рассыпает горчицу. Также в таких контейнерах удобно хранить гранулированные минеральные удобрения. И начинаю сеять. Сею довольно густо. Горчицы у меня много. В принципе, это недорогой сидерат. Продается практически во всех садовых центрах. Посеял горчицу. И дальше я, естественно, траншейку зарыхляю. Горчица всходит очень быстро. Буквально на пятый день, особенно если еще хорошо полить это место, либо пройдет дождь, буквально на пятый день уже происходят первые ростки. Сейчас середина августа, и горчица успеет за месяц до наступления заморозков вырасти. Ее можно будет потом также тяпкой подрубить и сделать как бы мульчирование зимнее. Либо оставить зиму несрезанной. Тогда она сама естественным путем поляжет и также будет выполнять функции мульчи, а также отпугнет нематоду с вашей клубники. Четвертая рекомендация связана с подкормкой клубники. Сейчас я вам покажу органы минерального удобрения, которыми я буду подкармливать. Это не реклама, это то, что я недавно купил, и мне понравился состав данного удобрения. Удобрение содержит весь комплекс макро- и микроэлементов. Есть описание. Вы можете использовать любое другое комплексное удобрение, либо специальное для клубники, как я вам сейчас показываю. Главное, чтобы в нем были как азот, так же и фосфор, и калий. Также хорошо бы, если в нем присутствовали микроэлементы, такие как магний, сера, железо, марганец, бор, медь и цинк. Это тоже очень важно. Итак, я беру, приготовил столовую ложечку. Сейчас я вскрою пакетик. Я добавлю одну столовую ложку удобрения в баночку с водой и хорошо перемешаю. Почему я делаю вот именно так, а не добавляю сразу в лейку? Дело в том, что обычно вот такие комплексные гранулированные органы минерального удобрения плохо растворяются в воде. Поэтому их желательно предварительно растворить, помешивая в небольшом количестве воды, а потом уже вылить в лейку. Что я сейчас и сделаю. Клубники на данном этапе развития нужны абсолютно все элементы, в том числе и азот. Многие могут подумать, зачем клубники в августе. Азот, ведь уже скоро осень, тем не менее клубника в августе активно растет и готовится к следующему сезону. Как я вам уже говорил, она наращивает розетки листьев, она готовится к зиме и сейчас ее вегетативная часть, зеленая, она активно развивается. Кроме этого, если у вас оставлены еще для размножения усы, там развиваются рассада, новые розетки появляются. И на все на это клубнике нужны силы, в том числе и азот. Но также ей нужны сейчас и фосфор, и калий, и микроэлементы. Итак, хорошо растворяем удобрение. Заливаем в 10-литровую лейку, я уже приготовил. И поливаем по клубнике, примерно расходуя на каждый кустик, 1,5-2 литра. Итак, вот такой 10-литровой лейки с удобрением нам хватит примерно на 10 растений. Поливаем кустики клубники. Из расчета, как я вам уже сказал, 1 10-литровая лейка на 5 кустиков клубники. Как раз примерно это у меня так и получается. Если вы пользуетесь другим удобрением, смотрите внимательно инструкцию. На каждом удобрении, на пакете обязательно описывается, как правильно растворять и применять данное удобрение в таких пропорциях. Друзья мои, ну и пятая моя рекомендация заключительно будет связана с обработкой клубники от болезней вредителей. Дело в том, что клубника практически ежегодно болеет. Несмотря на то, что как бы вы за ней не ухаживали, она нуждается в обработках и защите как от болезней, так и вредителей. Вот август, самое подходящее сейчас время, урожай уже снят. Конечно, если вы выращиваете обычную неремонтантную клубнику. И самое время ее хорошо обработать от болезней вредителей. Основные болезни на вредителей, это вызываются грибковыми заболеваниями. Поэтому можно использовать, как я вам сейчас покажу, я буду использовать сегодня Тиавиджет. Это препарат на основе серы. Он хорошо борется с грибками, при этом он считается относительно безопасным. Это коллоидная сера. Кроме этого, это еще будет и подкормкой по листу. Сера тоже нужна клубнике для развития. Кроме этого, данный препарат еще обладает акарицидными свойствами. То есть антиакарицидными. Он борется с клещами. И одновременно получится это у нас и обработка от болезней, от грибков. Вот этих всех пятнистостей, которые возникают на клубнике. Этим препаратом мы подлечим клубнику от клеща. Клещ тоже часто посещает. От других вредителей, от долгоносика тоже. Но сейчас уже долгоносик на клубнике не действует, так как он действует в основном, когда она цветет и плодоносит. Но тем не менее, клещ, допустим, на клубнике очень в это время любит селиться и вредительствовать. Поэтому обрабатывать я буду Тявиджетом. Это не реклама. Я вам просто показываю, каким препаратом я в этом году обрабатываю. Повторяю, что препарат является относительно безопасным. Можете почитать инструкцию, подробнее в интернете найти. Вот таким препаратом я буду обрабатывать клубнику. Как от болезней от грибковых, так и от клеща. Обрабатывать желательно также и внутреннюю сторону листа клубники. Делая вот такие вот движения. Сейчас я вам покажу. То есть сопло опрыскивателя держать как бы вверх направлении. Тогда нижняя часть листа клубники тоже у вас будет обрабатываться от болезней вредителей. Помните, что споры грибков чаще всего селятся как раз на нижней стороне листа, а не на верхней. Поэтому важно обработать именно нижнюю сторону листа. И повторюсь еще, если ваша клубника сильно болеет, она сильно листья у ней поражены, вся в пятнах, вся сухая, то тогда листья лучше полностью удалить, срезать, обработать каким-либо из препаратов. Можно вот то, что я вам сегодня показал, от болезней и вредителей. И потом у вас нарастут уже молоденькие листочки. И их тоже в зиму нужно будет обработать. Друзья мои, на моем канале вы можете найти много интересных роликов о выращивании не только клубники, но и других растений, ежевики, винограда, в том числе и вот таких красивых цветов. Георгин, который у меня сейчас за спиной. Также о выращивании тепличных растений, которые растут у нас в теплицах. Это огурцы, томаты, маклажаны, перцы. Все эти ролики вы найдете на моем YouTube-канале. Ну а ролики о выращивании клубники, о которых я вам сегодня рассказывал, в другие периоды ее роста, весной, после схода снега, вот об уходе за клубникой, если вы не знаете, как за ней ухаживать, в конце данного видео будет приложена ссылочка на очень интересный видеоролик о весеннем, ранневесеннем уходе за клубникой. А также о летнем уходе, о борьбе с вредителями, болезнями, в летний период, в период плодоношения, цветения клубники. Также есть отдельные видеоролики. Ссылочку на них вы найдете в конце данного видео. Надеюсь, данное видео вам понравилось, было полезно. Большое спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Можете поставить лайк, если хотите. Всем хорошего. Пока-пока.